привет ребята в первую очередь хочу поприветствовать своих новых подписчиков вам не сказано раз откуда вы взялись не могу понять не было не было никого ходил сам собой и вдруг под первые подписки 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 удивительно для меня но самое главное я хочу передать привет своим старым подписчикам тебе мой дорогой пока цел пока цел ты мой лучший комментатор обожаю тебя твои комментарии трудно времена просто были бальзамы на мое сердце спасибо тебе дорогой ну и тебе санал бич мой лучший хейтер сегодня обзор не про пиво хотя пиво есть да кстати это волковская пивоварня IPA от волковской пивоварни очень хорошее пиво за приемлемые деньги но сегодня хочу поговорить о том что так связано с пивасом с употреблением пива с курением почти все курят у нас в россии у нас на работе процентов 90 всех чуваков курят в курилку это зайти невозможно там все все постоянно что-то что-то курят я тоже курю и сегодня мой выпуск посвящен истории курения одного пивососа курить я начал давно но в отличие от моих сверстников не так рано как они да в школе классах 7 8 9 тем более в 10 раньше мы учились 10 лет естественно тоже покуривал но это не было привычкой это скорее такой стадный инстинкт пацаны идут в туалет курить я с ними две-три затяжечки это был 1989 год да я тогда уже жил причем был уже довольно таки сформированным заканчивал школу через год я был уже в армии и вот в армии я начал курить по-настоящему ну у нас в части был такой принцип если ты не куришь значит ты маршируешь выбор был очевиден я курю я сижу в курилке у меня сигарета но курить одному сигарету в те времена это было очень всегда это было очень круто если у тебя есть сигарета у тебя есть подсос который сидит рядом со словами покурим покурим оставь покурить оставь покурить и вот ты докуришь до середины корей вот он делает затяжки к нему подбегает его подсос оставь тяжечку и вот вот эту сигарету которую сейчас я выкуриваю просто не заметив ну просто инстинктивно ее могли бы покурить человек пять и получить удовольствие дефицит был сигарет да конец 80-х начало 90-х годов был дефицит всего особенно таких востребованных мужиков вещей как водка пиво сигареты с этим было очень плохо да за большие деньги можно было купить но больших денег тогда практически у них не было тем более у нас солдат откуда у нас большие деньги вот так покуривали сигарет где-то что-то купил кому-то прислали посылочки курили самосад да ребята молдаване у нас были в части присылали ну или кто-то ездил в отпуск или посылочка приходила огромный листы табака например вот такие листы не порезанные все но засушенные брали лист терли его крошили брали газету заворачивали самокруточку это была убийственная вещь убийственная я помню когда первый затянулся дезамосадом я думал что я не выдохну никогда у меня заперло все это убийственная вещь многие говорят что крепкие сигареты там были типа это кубинские портагас льгерос мантекристо так вот самосадик раз в тысячу сильнее было классный табак на из тех времен самым популярными сигаретами раскручеными брендовыми сигаретами которым были мальбора филипп морис производства вот это пачечка из тех времен вот так она выглядела вот такой голдизайн вот современная пачка мальбора а вот так выглядела раньше на чем отличается ну во первых никаких болезней тут ну да я конечно утрирую это пачка не не из тех времен это современные тоже сигареты купленные в дитюфри то есть не российского производства здесь просто смокинг кемов курение убивает вот в современных сигаретах российское законодательство требует отвратительную картинку висновь недоношенность да к чему приводит курение ну а в начале девяносто годов такого не было да и отношения к уличкам было гораздо проще можно было курить что угодно где угодно нормальная ситуация если ты звонишь да звонишь в квартиру своей девушке с сигаретой примерно вот так вот сигаретой во рту почему она дымится открывает ей мама это сестра 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 дома и это было нормально никто ничего скажет против не скажет это было нормально курение спортили гораздо проще так прошли девяностые девяностые годы были взлеты падения то были деньги то не было денег в соответствии от твоего благополучия курили разные разные сигареты хорошими считались если ты достаточно сумме самоуверенный обеспеченный твоих мальбуха ты мальвору куришь ну и дальше вниз пошло тестерфилд бонд космос я его те кто застал 90 помнит болгарский богарщина болгарские сигареты родопись стюардесса ту-154 ту-134 сейчас поправьте меня я не помню либо ту-154 либо ту-134 не помню как они правильно называются но из той же стиле аэрофлот аэрофлот он еще называются по-моему ужасные ужасные поганнейшие сигареты которые кроме кашля никакого удовольствия но выбора особо не было позже когда нынешний патриарх русско-простовом церкви некто Худяев в то время он был довольно активный товарищ тоже по церковной линии вот он пробил возможность продавать церкви беспошлино без налогов иностранной сигареты на территории России благо это было или нет ну все странные конечно вещи потому что церковь продавала табак как бы странно но зато сигареты были настоящие европейские американские бонд в то время настоящий бонд это были шикарнейшие сигареты и стоили с учетом того что не было никаких акцизов стоили буквально копеечки вкуснейшие сигареты Монте-Карло я помню сигареты были очень хорошие очень вкусные с каким удовольствием их курили вот так вот прокурили мы 90-е прокурили мы нулевые здоровье начало подводить кашель запахов не чувствую проблемы курильщика и где-то году в 2016 да совсем недавно буквально 3 года назад я узнал нет даже раньше в 2015 году попали с меня в руки одноразовые электронные сигареты понс по-моему они назывались у меня не сохранилось ни одной они одноразовые я их выкидывал полностью бестолковые но зато у них был один большой плюс я мог парить или курить на скальсике курить потому что я не относился тогда к ним как петровым сигаретам как паренью какому-то там вейпу скурить дома без запаха жена не ругается детям не вредно ничего пить не остается ни запаха ни дыма ничего поэтому на работе курю обычные сигареты а дома ну если лень выходить на улицу куда-то там идти чтобы не мешать чтобы в доме не было дыма причем даже на балконе когда я курил на балконе все равно дым проходил в квартиру это было ужасно табачный дым проникает везде кто не курит оно чувствует моментально а если у вас аллергия или еще что-то поэтому электронную сигаретку я покупаю ее хватало где-то на вечер да приходили домой и раз затянулся два-три все где-то в течение вечера несколько раз затянулся и все она гаснет не хватает у меня ни аккумулятора ничего вот никакого впечатления на меня они тогда не произвели а вот годом позже уже где-то на ютубе посмотрел ролики о том как ребята парит какие-то клубы дым и все такое тогда мне родилась родилась идея я тогда в этом совершенно не разбирался мне просто хотелось чем-то заменить обычные сигареты но я чувствовал что они меня убивают курение вредно ребята на самом деле очень вредно очень вредно привычка приятная но вредно ужасно я начал вкакать альтернативу и тогда я купил вот эту штучку да здесь должен быть еще аккумулятор такой длинненький но он не сохранился я его выкинул куда-то это егошечка прикольная штучка сюда она откручивается вот так вот наливалась жидкость жидкость тогда была где-то 12 12 миллиграмм 24 были то есть содержание никотина бешеное но пара было мало слабенький она не парила практически но насыщение никотином она давала вот с этой егошечкой где-то месяца два походил и практически бросил курить потом познакомился с каналом уважаемого до почтимого Джорджа Батарейкина и купил по его совету да тогда вот прям вот крутые вещи то там он советовал не сохранилось у меня сейчас не найду бачок наверное только остался да от элифа как же он взялся позже мы сейчас не вспомню еще такая трубочка на нее накручивался бачок заряжался нельзя было заменять там внутри он не обслуживаемый совершенно бачок накручивался как же он назывался то сейчас я уже не знаю вот все старческая память ребят напишите в комментариях как назывался вот этот вейп вейп от элифа элиф господи живой я сейчас не вспомню но суть не в этом вот тогда я его купил купил он конечно на Алиэкспресс месячишка подождал но он пришел классненький мне очень понравился и вот тогда я уже полностью отказался от сигарет когда была Егорчик я покурил периодически покурил Егорчик была как замена альтернатива а вот с помощью этой штучки я уже полностью отказался от сигарет и с 2016 года по 2018 я стал вейпером ну вейпер меня не опять это слово конечно парильщиком парил купил себе разные штучек от этой штучки я перешел вот к этой штучке это у нас i-stick TC 100 ватт и на нее поставлен дрипочка дрипочка у нас джир где-то полгода я с ней проходил изменил он меня все держал ее в кармане дрипочка кстати очень хорошая вкусовая очень мне нравилось но однажды я положил ее в карман и нажался у меня дело в том что на этом штуке старт да файер просто сжатием и вот в кармане он мне нажался прогрелся дрипучка сгорела прогорел просто прогорел прогорел причем так что пластиковая основа была которая пластиковая полностью расплавилась слава богу и сам не загорелся сми было покончено перестал мне нравится и тогда я приобрел вот эту штучечку вот эта штучечка у нас мощная до сих пор мне нравится на 3 аккумулятора 18650 да рэкса рэкса 200с обалденно держит долгий заряд настроек куча любой трюкчик на нее можно поставить сейчас конечно не буду включать у меня ход агумуляторы суть не в том и вот с ней я уже ход ход я только с ней и дома и на работе и свободное время парил только так клубы дыма вкус про сигареты я даже и не думал в то время приобрел себе набор да вейпер за 1000 рублей ну вы знаете что это такое давайте хоть и не распарили да щипчики всякие кусачечки отверточки ножнички ваты такой вот пользовался да я считаю что вата квадратная которую чаще всего продается да депо на вата ну немножечко здесь вата такая вот скрученная здесь можно любой слой любую толщину себе подбирать очень вкусная вата для меня да органик джапанец катон тысяч аккумулятор ну не тысяч конечно десятки аккумуляторов различных все это покупалось на алиэкспрессе все это привозилось кстати вот эти обалденные лжи шоколадочки очень мне хорошо зашли очень хорошие но со временем начали они меня вздуваться перестали работать чем причина не знаю перестали сдуваться здесь до сих пор шоколадок стоит алиэкспрессе и вот это рик татариксы что-то мне поднадоело последний мой девайсик спидр тсп очень классненький на нем сейчас стоит дрипулька апокалипс не самая лучшая дрипулька но пламен неудобно очень тяжело ставить не хватит нужно подстраивать вечно под высоту в общем геморрой установил спиралик но зато довольно таки вкусовая я даю множество пара да хороший а уж сколько жижек было куплено кобальт да хорошие жижки но они были очень мощные очень большое количество никотина здесь 12 здесь сколько у нас да тоже 12 но представляете это конечно для егошки очень много покупал жижек на алиэкспресс или на гербесте китайских вот еще даже еще даже там осталось чуть-чуть плавает да чуть-чуть есть китайские жижки ну не скажу что они хорошие прям супер не назову ну ничего под сочетание цены и качества более-менее заходило самое время и самое главное влажные салфетки ни один вейпер не может прожить без влажных салфеток влажные салфетки для вейпера это все потому что жижки всегда как-то не имей пользы всегда протекает влажные салфетки всегда можно хорошо слушать свой девайс и протереть руки потому что неприятно когда жижка остается на руках очень неприятное ощущение вот таким образом я буквально за 20 лет от заядлого курильщика стал выебить парильщик вы не представляете ребята насколько я стал лучше себя чувствовать вот с 16 по 17 год два года я парил не курил вообще запахи появились легкость легкость какая-то дыхать дышать стало легко и просто но но зло не отпустит тебя просто так надоело в один прекрасный день я зарядил аккумуляторы свой вейп сильно затянулся и аккумулятор хлопнул ничего страшного не произошло нет меня не разорвал рот ничего просто бутыл и он задымился я побежал в ванну бросил бросил его в ванну залил водой сейчас пожар будет я в принципе видел в интернете когда говорят аккумуляторы как они взорваются лицо разносит там у людей ожоги все я испугался не хватало мне еще с моей прекрасной внешностью да испортит такое прекрасное лицо ничего страшного не случилось но психологическая травма осталась я вот по бане сейчас попариваюсь боюсь и вот в этот момент я снова вернулся к сигаретам не сразу да ну купил пачечку закурил они такие удобные купил поджег покурил и все не надо ничего наматывать ничего там заряжать какие-то жижечки сопротивление смотреть еще что-то купил поджег закурил туски простые употребление совсем недавно прям буквально пару дней назад достал свой старый девайс на старый муж больше года сел попарил ребят это наверное единственный нормальный способ бросить курить я вообще спланирую снова завязать с этими сигаретами начать парить снова это очень вкусно это полностью изменяет курение самое главное что вейп очень хорошо сочетается с пивом да это странно но сигареты забивают ваши дыхательные пути на ваших волосках которые вы ощущаете запахи да оседает вот этот не никотин а смола смола от сигарет и вы перестаете чувствовать запахи вот сейчас у меня волковская пивоварня да айпи это же обалденно пахнет если вы будете курить эти запахи вы будете чувствовать только наполовину а с вейпом они раскроются для вас на 100% так что ребят бросайте курить лучший способ бросить курить это перейти на вейп очень рекомендую я в этом деле не профессионал профаб полнейший но очень рекомендую спидер стоит недорого жижки продаются сейчас на каждом углу от 50 до бесконечности на любой вкус на любой карман на любой кошелек бросайте курить ребят это смертельная опасность смертельная вот реальная за вас минута грамма